Друзья, всем привет! Сейчас я расскажу об очень эффективных уколах и мазях при грыжах, протрузиях и шейном остеохондрозе. Они быстро помогали мне снимать отек и воспаление и тем самым значительно облегчали боль в шее. Обычно при таких заболеваниях назначают миорелаксанты, противовоспалительные, витамины группы В, хондропротекторы и обезболивающие. И все это, к сожалению, мне помогало незначительно, либо не помогало вообще. И вот почему. Все дело в том, что при серьезных проблемах в шее мышцы сильно напрягаются, пережимая сосуды и нарушая тем самым кровообращение, приток и отток крови. И когда мы съедаем какую-то таблетку или делаем укол внутримышечно, то те вещества, которые должны добраться до очага проблемы, просто не могут пробраться к нему через зажатые сосуды. Из всего, что я пробовал, мне помогали только уколы прямо в шею. Их делают такой маленькой специальной иголочкой. Назначил и ставил мне их врач-апид-терапевт. После курса пчел, который мне не помог, он сказал, ну давай тогда попробуем уколы и наказал купить мне ампулы ЦЛТ и Трумель-С. Это гомеопатические препараты, они на 100% натуральные и у них нет противопоказаний, кроме индивидуальной непереносимости. А также нет побочных действий, в отличие от химических препаратов традиционной медицины, которые одно лечат, а другое к сожалению калечат. Я к гомеопатии, как наверное и многие, относился как к каким-то пустышкам. Но уже на 3 из 10 дней курса я почувствовал значительное облегчение. Если не найдете врача, который делает уколы в шею, можно попробовать мази. Называются точно так же ЦЛТ и Трумель-С. И есть еще одна хорошая, называется Арника. Я мазался ими одновременно, смешивая друг с другом и втирал в шею, хорошо массируя мышцы до полного впитывания. Они работают менее эффективно, но какие-то иногда появляющиеся боли, уже после уколов они тоже хорошо снимали. Что касается каких-то обезболивающих таблеток, то к ним лучше не прибегать вообще. Та боль, которая возникает в шее при каких-то заболеваниях позвоночника, это своего рода защитная реакция, чтобы мы не могли делать те движения, которые нам могут еще больше навредить. И когда мы съедаем таблетку, мы не решаем никакую проблему, а просто выключаем боль. Сам сигнал, который идет в нервную систему. И тем самым лишаем себя вот этого важного индикатора, который ограничивает наше движение. Или нахождение долгое время в одном положении, например, сидя за компьютером. И когда действие таблетки закончится, мы можем обнаружить, что боль стала еще сильнее. Поэтому лучше снять отек и воспаление непосредственно в проблемной зоне и потихонечку начинать делать упражнения. И тогда состояние шеи будет улучшаться, и боль постепенно начнет отступать. Кстати, уже в следующем видео я расскажу о трех простых действиях, которые вы можете выполнить при работе за компьютером, чтобы оно наносило меньше вреда вашему шейному отделу позвоночника. Поэтому подписывайтесь на мой канал, включайте колокольчик, и тогда вам первым придет уведомление о его выходе. Обязательно поставьте лайк, тогда это видео увидит большее количество людей. Ну и пожалуйста, напишите в комментариях, помогали ли вам какие-то уколы и таблетки. Будет интересно почитать. Ну а с вами был я, Дмитрий Благодаров. Здоровья вам и вашим близким. До скорой встречи. Пока! Субтитры подогнал «Симон»